Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. И сегодня мы играем с Томом и его друзьями. Наши пушистики готовятся к празднику Хэллоуина. Вот и Бека, в который раз решила всех напугать. Но мы от эту шутку уже знаем, так что нас не поверёшь. И как смешно, у Хэнка выросли рога. И вот дела. Куда это наши питомцы направились? А, кажется я знаю. Хэнку охота убирать. Ну в таком случае пойдём, найдём огромную кучу мусора. Оба-на, Анжелкин нужно в туалет. И опачки, Тому тоже. Короче, у наших котиков получается весёлый туалетный дуэт. Прямо батл, кто кого перепукает. Эх, Хэнк, Хэнк, идёшь никак не дойдёшь. Придётся тебя отнести. Ведь ты у нас почётный работник года. Так-так-так, ну а нашему Тому срочно нужно помыться. Эх, а вот Бекке нужно в туалет по важным делам. Короче, у каждого зверька есть своё занятие. Вот, например, Тому захотелось проверить, как обстоят дела на огороде. О, неплохо даже, кстати, выросли вкусняшки. Они нам точно пригодятся. Ведь у наших питомцев на кухне появился новый миксер. И теперь можно экспериментировать и готовить много разных коктейлей. И, к слову о еде, почему бы не пойти и не перекусить. Ведь наши пушистики сегодня ещё совсем ничего не ели. Ладно, Бека, так уж и быть уговорила. Достанем тебе новую игрушку. Пока, Фен, к Тому будут доделывать свою работу, ты можешь немножко поиграть. О-о-о, кажется, блудный пёс вернулся домой. Бен, с возвращением тебя на родину. Как же мы все за тобой скучали. Упс, кажется, пропажем нужно в туалет. Да-да, Бен, мы всё заметили. И ещё у нас тут помимо одна заморочка. У котика Тома возникли проблемы со здоровьем. У нашего главаря всей этой дружной компании и кота. Сейчас мы с этого бедолагу вылечим. Немножко пощекотали водичкой и всё, будь здоров. Наш Котофей в полном порядке. И готов к новым приключениям. Стоп, а мы же ведь совсем забыли о еде. Пора накормить наших зверюшек. Анжелочка уже умастилась. Так Том, быстрее мой ручки. И ты, Бен, давай скорее за стол. Тем более у нас столько много праздничной еды. Появились потрясающие хэллоуинские сладости. Вот не знаю почему, но Хэнк стал рогатым. Что там такое непонятное съел. И у него выросли огромные золотые рога. Фух, наконец-то все в сборе. Кроме рыжика Джинджера. Но пятеро одного не ждут. Так что приступаем. Будем пробовать новые продукты. И делать умопомрачительные смузи. Для первого напитка нам понадобится циквенный леденец. И хэллоуинский пудинг. Ммм, на вид выглядит классно. Ну что, Бека, что скажешь? Оба-на, вот это реакция. Так, Том, ну а ты не завидуй. Сейчас и тебе кое-что перепадет. Не волнуйся, голодным не останешься. О, у нас же ведь в коробке есть необычный фрукт. Именно из него попробуем приготовить необычный коктейль. Добавим сюда еще, к примеру, яблоко. Или нет, лучше в суваткую вату. Вау, какой красивый стаканчик. И напиток получился с невероятным вкусом. И вот это да, у Бекки вырос радужный рожок. Клево, теперь Бекка единорожка. И кошечка Анжелка тоже себе такой же захотела. Так что нам снова придется готовить такой же напиток. Берем новый фрукт. И к нему добавим банан. Должно получиться еще вкуснее. А ну-ка, Анжелочка, держи свою порцию. И опля. О, какой облом. Почему-то у Анжелки выросли рога. И как же их теперь убрать? Да, видимо, какое-то время придется ей ходить рогатой. Хотела еще Тому приготовить такой же смузи. Но пока этот фрукт для нас недоступен. Поэтому возьмем шоколадку и обычный леденец на палочке. Простите, девочки. Но теперь Тома очередь пробовать напиток. И вот с Томом приключилось то же самое, что и с Беккой. Но теперь нам для напитков нужно что-то необычное. Поэтому отправляемся в магазин и накупаем все лунские вкусняшки. Нужно торопиться, пока они не исчезли. У нас же Бека еще не пробовала новый пудинг. Интересно будет посмотреть на ее реакцию. Похоже, ей не понравилось. Да то Том растаял и потерял сознание от кекса. А ну-ка, Бека, держи еще тысленный леденец. О-о-о, кажется, мы попали в дочку. На этот раз мы угадали с ее вкусовыми предпочтениями. И сейчас тоже не прогадали. Потрясающе. Так, ну все, хватит лопать в сухонятку. Пора делать коктейли. Хотя, глядя на такую вкуснотищу, к нам пожаловал в гости дружище Хэнк. Ну вот как ему откажешь. Отлично, здорово, Бен, что ты к нам присоединился. Ну а теперь все-таки, может быть, начнем кулинарить. Берем тыкву, соединяем ее со сладкой ватой. Йох-йох-хо. Осталось теперь дождаться результата. Посмотрим на реакцию Бена. Классно, с ним явно что-то не так. Да, берегись, кто только может. Зато это было весело. И классно, нам снова стал доступен этот мультипрукт. Ну а что, если мы их возьмем два? Ну, псс, не получается. Да, жаль, конечно. Но ничего, посмотрим, что из этого получится. Кто не боится рискнуть и выпить этот чудо-напиток. Эу, а где же рога? Вместо них почему-то появились мухи. Да, Том, по-моему, в шоке от происходящего. Так, Бен, ну а ты не вздыхай так скучно. А сейчас и ты повеселишься. Этот фрукт определенно какой-то непредсказуемый. Ну что, посмотрим, что же будет с Беном. Как? Тоже ничего? И снова мухи? Да уж, вот так невзуха. И вот так теперь задачка. Как избавиться от этих мух? Может, попробовать их помыть? Оооо, вот это пламя. А что? Вот это идея. Попробуем Бену дать огненный перец. Может, мухи испугаются и разлетятся. Но, к сожалению, не тут-то было. В общем, не знаю, кто куда, а Томик мыться. Бельтык ныряем с головой. Ну а мухи тут как тут и никуда не собираются. Что ж, Том, придется тебе с ними подружиться. Посмотрим и проверим, что с ними будет завтра. Ну а на этом все. Всем чао-какао и до новых встреч. Не пропускайте новые интересные видео на канале Страна Игриландии и Фангеймс.